значит я сейчас начну показывать новости вот первая новость просто потрясающая что я хотела рассказать я хотела рассказать о том что все говорят мигранты мигранты границы открыты бла 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 а на самом деле кто их запускает то есть откуда вообще все эти мигранты берутся и кто их разрешает запускать вот вот это самый основной вопрос и то что они идут это значит кому-то надо я хочу вам сейчас показать кто стоит за этим потоком мигрантам вот значит первое видео сейчас включу и вы все поймете откуда они вообще идут кто платит за это все дело то есть они не могут просто сами по себе добраться они должны сюда прийти за какие-то какими-то путями это все очень дорого стоит сюда добраться стоит это и за этим кое-кто стоит значит кто за этим стоит я вам сейчас покажу так начинаем смотреть в мексике отправляется еще один огромный караван мигрантов который набирает обороты и направляется сюда сегодня мы выясняем что и кто стоит за миллионами мигрантов проникающих стран режиссер документалист энтони рубин отправился в южную америку а затем вместе с караваном добрался до нашей границы страшные джунгли поезда смерти картели он был там все это время но все началось в колумбии где некоммерческие организации такие как красный крест раздают мигрантам карты чтобы помочь им добраться сюда взгляни на эту карту на которой показан маршрут из колумбии в соединенные штаты и отмечены флажками 12 пунктов пересечения границы сша многие подобные карты распространяются другими организациями на этой карте распространяемый красным крестом в мельчайших подробностях показан маршрут от панамы до соединенных штатов мы связались с красным крестом и они сказали что их работа носит исключительно гуманитарный характер но во всем этом нет ничего гуманного не по отношению к американскому народу не по отношению к мигрантам режиссер фильма прошел через печально известный дарьянский проход смертельно опасные джунгли в панаме которые мигрантам приходится пересекать чтобы попасть на север совершенно очевидно что люди просто падают замертво направо и налево если ты каким-то образом причинишь себе вред у тебя практически не будет шансов выбраться из этих джунглей а потом добавь к этой опасности еще и то что на тебя нападают люди что преступники на маршруте это чрезвычайно опасно дети проходящие мимо плачут как вот здесь это след от слез если ты выживешь в дарьянском ущелье тебя поместят во временный лагерь беженцев управляемый мигрантам дают другую карту и говорят что америка находится в той стороне после того как нелегалы покидают дарьян гэп и попадают в панаму их вывозят из джунглей на лодках и автобусах компании парагуа и размещают в панамских лагерях беженцев именно здесь нелегалы проходят процедуру оформления и получают помощи инструкции необходимые для продолжения их путешествия соединенные штаты так называемые карты миграционных маршрутов можно найти повсюду теперь оттуда вы платите картелю чтобы он доставил вас в мексику мы с энтони присоединились к хорошо организованному каравану предводитель которого держал распятие с выгравированными на нем словами сдерживание это моя смерть то есть эти эти караваны они не просто так их спонсируют и спонсируют их подумайте кто красный крест оон и организации ссороса открытые границы этим людям натурально дают кредитные карточки им дают продукты им предоставляют автобусы им предоставляют в разные разные виды транспорт включая самолеты потому что с гаити и со всякой африки этих людей бесплатно самолетами перевозят в мексику там организации объединенных наций дает им деньги дает им всякие разные документы карты как тис как идти в сша и помогает им добраться в сша то есть эти организации буквально спонсируют этих мигрантов до момента пересечения границы в сша то есть они не сами по себе идут люди сами по себе из африки из панамы не в состоянии прийти в сша через столько границ они все спонсируются смотрим дальше все на борту экспресса для мигрантов они называют это поездом смерти это грузовой поезд который перевозит мигрантов через мексику а разве мексика может остановить это нет примерно в час ночи кондукторы намеренно останавливают пусть примерно в миллиартом по а члены картеля помогают в процессе посадки некоммерческие организации помогают на каждом этапе путешествия еврейские некоммерческие организации норвежские некоммерческие организации французские некоммерческие организации они облегчают проникновение в страну у них есть карты поезда автобусы и да и как Как только они доберутся сюда, сопротивления не будет. Наши двери широко открыты. Иммигранты благодарны тебе за это. Мистер Байден. Мистер президент Байден. Мистер президент Байден или президент Трамп. Тебе нравится Джо Байден? Это Байден. Это Байден. Это Байден. Это Байден. У Байдена сцентный рейтинг одобрения мигрантами. По крайней мере, они не могут голосовать. Пока нет. То есть, то, что я показала сейчас, это говорит о том, что мигранты эти, их завозят для того, чтобы они голосовали за Байдена. То есть, когда их спросили, вы за Байдена или за Трампа, когда вы будете в США, вы за кого будете голосовать? Они просто все кором начали кричать, что они будут голосовать за Байдена. Мистер президент Байден или президент Трамп? Тебе нравится Джо Байден? Это Байден. Это Байден. То есть, если 8 миллионов или 15 миллионов нелегалов заедет в США, и им всем дадут документы и какие-то права, и еще быстренько их легализуют, то они будут, вместо покойников на кладбище, они будут голосовать за Байдена. То есть, почему они их запускают в США, и Байден открыл эти границы? Все, ну как это можно? Ну это же глупо. Зачем же он это делает? Он это делает за тем, чтобы запустить этих нелегалов в США, быстренько их легализовать и дать им возможность голосовать. И за кого вы думаете, эти нелегалы будут голосовать? Они будут голосовать за Байдена? Байден. Это Байден. У Байдена сцентный рейтинг одобрения мигрантами. По крайней мере, они не могут голосовать. Вы представляете, это просто натуральная армия поклонников Байдена запускается в страну, а потом они останутся, то есть они будут здесь следующие 4 года, потом будут у них дети и так далее. Таким путем демократическая партия просто навсегда буквально себе заведет целую армию людей, которые будут за них постоянно голосовать. И вот в этом видео говорилось о том, что запускает их никто-нибудь другой, как ООН. ООН этих людей спонсирует. То есть эти люди не просто через всю Мексику на своих двоих идут, а их буквально спонсирует ООН, дает им карты, дает им еду. Смотрите, сколько людей заходит. Это же просто армия. Смотрите, это просто натуральное вторжение. ...за миллионами мигрантов, проникающих в страну. Режиссер-документалист Энтони Рубин отправился в Южную Америку, а затем вместе с караваном добрался до нашей границы. Страшные джунгли, поезда смерти, картели, он был там все это время. Но все началось в Колумбии, где некоммерческие организации, такие как Красный Крест, раздают мигрантам карты, чтобы помочь им добраться сюда. Взгляни на эту карту, на которой показан маршрут из Колумбии в Соединенные Штаты и отмечены флажками 12 пунктов пересечения границы США. Многие подобные карты распространяются другими организациями. На этой карте, распространяемой Красным Крестом, в мельчайших подробностях показан маршрут от Панамы до Соединенных Штатов. Мы связались с Красным Крестом, и они сказали... То есть сначала этих людей за счет налогоплательщиков, за счет ООН доставляют в Колумбию, в Панаму, с разных буквально континентов. Из Африки, с Гаити, с Гондураса, отовсюду доставляют туда. Там на бывшей базе США, бывшая военная база США там стоит. Эту базу передали организации Объединенных Наций. Эту базу передали Красному Кресту. Там они встречают вот этих всех людей со всего свиту, так сказать, которые туда привозят самолетами. Самолеты оплачивают ООН, Красный Крест и так далее. То есть их с Африки, отовсюду, с Узбекистана, с Таджикистана, отовсюду их свозят. Там им дают документы, еду, деньги. Им дают дебетные карточки. На дебетные карточки кладут деньги каждый день на каждого члена семьи. И их по маршруту через вот эту вот Колумбию, через Мексику отправляют в Мексику. А в Мексике их уже встречают там организации СОРОСа, тоже Объединенные Нации. И отправляют их на границу в США, которая открыта. Их запускают через границу без всякого контроля. И им еще на США на границе дают карточку дебетную на 2 тысяч долларов, до 3 тысяч долларов дебетную карточку им дают каждому. Им дают сразу же телефон сотовый новый. Им дают документы, развозят по всей стране, заселяют их в отели, в школы, в больницы. Даже в полицейской станции они сейчас живут. Это просто, понимаете, это вторжение, вот это массовое вторжение. Миллионы уже людей туда попали. Это все делается для того, чтобы выборы Байдена прошли успешно. Так, смотрим дальше. То есть я уже здесь показала, что Fox News говорит, что за этим всем стоят организации типа ООН и других Объединенных Наций. И СОРОСа, и Красного Креста. Смотрим, что сейчас вот здесь говорит нам тоже Fox News. Это просто ужас. То есть это не просто Байден. Тут целый конгломерат замешан в этом всем, включая ООН, которые этим всем занимаются. Это просто какая-то коррупционная схема мирового глобального масштаба. Добро пожаловать обратно. Ну что же, незаконные пересечения границы пробили новый рекорд. CBP сообщает о более чем 300 тысяч столкновений в декабре, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Кавлида, а наш следующий гость рассказывает о том, как это может отразиться на вашем кошельке. Уилл Тодд Бензман, старший научный сотрудник Центра иммиграционных исследований, и сейчас он присоединяется к нам. Тодд, расскажите нам, как этот кризис, который признали почти все, за исключением президента Соединенных Штатов, влияет на кошелек каждого человека. Но, во-первых, они приезжают сюда не только за своими деньгами. Он имеет в виду мигрантов. Оказывается, Организация Объединенных Наций тратит сотни миллионов долларов на раздачу наличных, еду, жилье, так называемые гуманитарные перевозки. На самом деле, это все, что нужно человеку, чтобы совершить долгое путешествие по Латинской Америке, и Центральной Америке, и Мексико. А кто платит ООН, кто является основным спонсором ООН? Это многоплательщики США. Откуда нам это известно? Потому что есть совершенно новый бюджетный документ, который ООН публикует на 2024 год. Они собираются потратить 1,6 миллиарда долларов, чтобы помочь 3 миллионам нелегальных иммигрантов перебраться через 17 различных стран Латинской Америки, Карибского бассейна и Мексики. И это включает в себя 370 миллионов долларов наличными и дебетовыми картами, а также 25 миллионов долларов на транспортную помощь, чтобы помочь им переехать. Ожидаемый бюджетный документ так же ясно показывает, что они выигрывают, что они знают, что это нелегальные иммигранты, и что они незаконно перемещаются по территории своих государств-членов. И они используют 248 неправительственных организаций, чтобы помочь раздавать наличные. Карли, прежде всего я хотела сказать, что сегодня утром ООН полностью поддерживает нас, но предполагается, что эти деньги пойдут законным лицам, ищущим убежище. На что похож процесс проверки? Это большая загадка, но знаете, я бывал на границе, я бывал на этих промежуточных станциях, я беседовал с нелегальными иммигрантами, которые получают это письмо, я попросил их предъявить мне свои дебетовые карты и все такое прочее. Они говорят, что это для наиболее уязвимых слоев населения. То есть вы понимаете, какие-то нелегальные иммигранты, если они приходят в Америку, у них уже дебетовые карты есть. Мало того, они уже начали бунтовать, и они начали жаловаться Организации Объединенных Наций, что мало денег. Насколько я знаю, им там каждому дают в месяц 300 долларов, это пока они идут до границы в США. А на границе в США, в зависимости, если они проходят через Техас или Калифорнию, им дают от 2000 долларов сразу же до 3000. И уже у них там в чатах вот этих вот нелегалов ход разговоры, что чтобы заработать побольше денег, нужно выйти заново в Мексику, вернуться и снова попасться в руки пограничников, и снова получить карточку на 2000 долларов. Четыре раза сходил, вот ты 8000 долларов получил. А если в Калифорнии, то 12000. И они начинают таким путем циркулировать. Плюс каждый раз новый сотовый телефон. А Объединенные Нации, ООН, на пути только вот из Колумбии в США, им дают каждому карточку на 300 долларов. И они начали бунтовать и говорить, нам мало, вы нам должны повысить зарплату, иначе мы не пойдем в Америку. И они планируют выдать дебетовые карты и эквиваленты наличных 624 тысячи нелегальным иммигрантам в 2024 году. Ни один из них не выглядел особенно уязвимым для меня. Многие из них взрослые мужчины, они уже взрослые люди. Они не кажутся слабыми, больными или чем-то в этом роде. Они, они говорят, что это для самых уязвимых, но я этого не вижу. Я уверен, что есть несколько уязвимых людей, которые получают эту денежную помощь. Но я также думаю, что Хэй просто хочет помочь как можно большему числу нелегальных иммигрантов. Переезжайте в Соединенные Штаты, если они знают об этом и говорят об этом в бюджетном документе, ссылка на который есть в моем блоге. Нью-Йорк-Пост и Центр иммиграционных исследований опубликовали статью, которую я опубликовал по этому поводу. Я думаю, что вы совершенно правы. Там есть повестка дня. Так что просто для того, чтобы было понятно нашей аудитории, мы финансируем ООН. ООН финансирует людей в Центральной Америке, которых они считают уязвимыми. Даже если они не являются уязвимыми, чтобы они могли отправиться в Соединенные Штаты на деньги наших налогоплательщиков. В этом есть доля иронии. Но уязвимыми здесь они имеют в виду, что это бедные люди, которым необходима какая-то помощь, помощь экономическая. На самом деле приходят молодые мужики, хорошо одеты, в том числе и из Украины, и из России, которые с СВО убежали. То есть многие люди с деньгами, со всеми прибамбасами, ничего там не уязвимы, которые экономические беженцы. То есть они просто всех подряд отправляют и всех подряд спонсируют. Да. И некоторые республиканцы были недовольны этим с тех пор, как выяснилось, что мы просто раздаем все эти наличные деньги по пути, что этим занимается наша организация Объединенных Наций. Послушайте, большая часть денег выделяется Белым Домом, Государственным Департаментом, и направляется непосредственно в Верховную комиссию ООН по делам беженцев, УФК ООН, а затем в МОН, Международную Организацию по Миграции, вот кто. Вот кто является посредником. Но есть еще 15 агентств ООН, которые также участвуют в этом процессе. Ничего себе. Ну что же, Тодд, спасибо, что проделал огромную... Спасибо, Тодд. Так, это мы посмотрели этот момент. А сейчас я вам покажу то, что они рассказывают, что граница под контролем, вот там не проволоку, значит, мы прицепили. Посмотрите, у нас теперь проволока есть, и все будет прекрасно. Вот тут показывают человека. Я не смогла, к сожалению, перевести на английский, есть русские субтитры, и я вам покажу, что творится. То есть это военный мужик, который был раньше военным, сейчас он, значит, в запасе военной, да. Он просто отъехал от этой границы, где пограничники стоят, и там, где проволоку накрутили, да, вот эти техасские рейджеры, где накрутили проволоку, где якобы губернатор Техаса пошел там, я там вот выйду, мы сейчас там проволоку поставим, мы туда отправим, значит, эти самые, как их... Мы туда отправим национальную гвардию, мы там встанем, вот она не встали, они там стоят. Да, я читаю, дайте мне секундочку, мы туда дойдем, я отвечу на этот вопрос. Значит, смотрите, а он отъезжает, этот мужик военный, просто отъезжает тупо от этого места, от Игл Паса, где стоит гвардия национальная, смотрите, что он видит. Везде открыты, открыты, везде ворота, смотрите. Вот он говорит, что, смотрите, это комедия, это здесь просто какая-то комедия, потому что, смотрите, я отъехал немного от этого места, где стоят... Я, говорит, был в Техасе, я только что был в Игл Пасе, у меня много видео, которые я вам хочу показать, ребята, смотрите. Не слушайте ни СНН, ни Фокс, никого. Позвольте мне показать то, что на самом деле происходит. То есть, то вот это шоу, которое они там устроили, с губернатором Техаса, со всеми, какими там Техас уходит, отделяется. Значит, смотрите, вот этот забор, где они, значит, стоят, да, вот стоят Техасская национальная гвардия, они с автоматами, с оружием, с соседями, и вот он отъезжает. Это, значит, вот этот мост, это мост в Мексику, вот один мост, и там будет другой, другой мост, буквально 5 миль, 5 миль, это 2 километра он отъезжает, вот, смотрите, едет, вот стена стоит Техаса, это Трамповская стена, да, вот стена, стена, стена. Он говорит, 5 миль отсюда стоят вооруженные национальные гвардии, там промо-волка, там целое там шоу идет, как губернатор Техаса против Байдена. И вот он отъезжает всего 5 миль от этого места, где 2, ну, 2 километра. И он говорит, это все ничего не значит. Они нас настраивают друг против друга, там охрана стоит с всякими автоматами, и вот мы отъезжаем, ребятки, всего-навсего 2 километра. И смотрите, что мы видим. Все, открытые ворота, то есть буквально ворота открытых в Мексику. Говорят, где ворота, где охрана? Там, типа, везде нам сни рассказывают, что идет просто война Техаса против Байдена, за то, чтобы закрыть границы. Везде стоит Национальная гвардия, и тут он едет по дороге. Он говорит, вот трамповская спина делает свою работу, отъезжаешь чуть-чуть, а как открытые ворота. Так, это вот что он сейчас... Я вам сейчас скажу, что он говорит. Он говорит, что Бабичев, иди подальше. А сколько там? В три раза больше, или там либо в три раза больше, либо в три раза меньше, я не помню. Если в три раза больше, то это будет сколько? Шесть километров, а если меньше, то там два километра. Я не специалист переводить километр в милю все время. Не должна это помнить, между прочим, Бабичев. Бабичев, переведи мне, давай, вон фунты в эти... В диоме переведи мне в сантиметры. Ну-ка, быстренько, за секунды переведи. Ты давай суть. Я вообще рада, что ты зашел, почтил своим почтением, так сказать. Так вот, тебе, кстати, Бабичев, очень нужно это послушать, потому что ты вообще не разбираешься про политику. Вот, может быть, моя политическая информация для тебя, Бабичев, как раз таки и послужит хоть каким-то мозговому интеллекту, чтобы ты... штурму, чтобы ты сообразил Бабичев, что происходит в Америке. Тут ты живешь там у себя в своей комьюнити резко, даже не знаешь, что творится в США. Так вот, этот человек рассказывает о том, что неважно, что там говорят, Техас против США, США против Техаса, республиканцы против либералов. Это все сейчас происходит, эта вся шумиха происходит просто потому, что у нас будут выборы. Это только все, что вам нужно знать. А на самом деле это все шоу. Как граница была открыта, так она и открыта. Никто там не собирается эту границу закрывать. Смотрим дальше. Смотрим дальше. Да, он говорит, что вот это шоу, которое они устраивают, якобы из-за чего практически вся война идет между федералами и Техасом, это из-за вот этого Игл Пасса. Игл Пасса это маленький участок всего-навсего границы, который всего-навсего одна миля, не больше. Ну давай, Бабичев, переведи нам мили. Сколько там? Одна миля. Вот 1,62 километра. Ну так я так и сказала, что там 5 миль это было 2 километра. Нет? Сколько там? Ну переведи мне 5 миль в километры тогда. Вот. Ну вот одна миля, он говорит. То есть это 1,62 километра. Спасибо, Бабичеву, да, благодарим. Ага, пламенный, привет. 1,62 километра миль, вот этот участок, на котором стоят Национальная гвардия Техаса, на которой стоят там всякие разные там, посылают туда 26 штатов, послали туда свои там нацгвардии, и ты, ты, ты. Ну вы только отъезжаете. 5 миль, он сейчас Бабичев нам напишет, сколько? 8 километров, спасибо. 8 километров отъезжаем, а там оказываются открытые ворота, делайте, что хотите. Это просто маски, шоу. Ну смотрим дальше. И он говорит, этих ворот открытых просто в доле этой стены трамповской очень много. То есть вся шумиха между вот этим вот участком Мегалпас, между двумя мостами, там, где есть охрана. А то, что вся остальная граница открыта, это вообще никого-то не волнует. И вы, ты, 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 Он говорит, что я такой патриот, я вообще из Техаса, и обычно я становлюсь на сторону республиканцев, потому что я патриот, я хочу быть на правильной стороне, но когда я приехал туда в Техас, и когда я увидел, что граница открыта, то я понял, что тут нет смысла мне быть на стороне республиканцев, потому что это все просто шоу, на самом деле, ну, никто там не становится на сторону Техаса и республиканцев, это все просто-напросто маски-шоу. Он говорит, мне никто это видео не редактировал, никто мне его не посылал, я сам там был, я его включил. И он говорит, я вам советую просто выключить телевизор. Значит, теперь посмотрим, давайте, так, что у нас творится на пляжах Калифорнии. То есть, если вы думаете, что можно просто-напросто приехать, пройти границу, там, где нам, там, где им дают, значит, кредитные карточки, где границы открыты, ну, там вот сейчас встанут, охрана встанет, она там все закроет, это все тоже не поможет. У нас, оказывается, есть пляжи в Калифорнии, которые вообще не охраняются, хочешь... Прошло три минуты после окончания часа. Просто кури на пляжах. Бабичев, ты смотри, ты, наверное, даже этого не видел. Тебя скоро в США вообще не будет, а ты еще, Бабичев, до сих пор не понял. На втором видео очень похоже... Ты не засоряй чат, Бабичев, ты не один. Сейчас у вас проводится операция, в ходе которой нелегальные иммигранты захватывают эту лодку. Они высаживают ее на берег Лохаева. Если вы еще не были в Сан-Диего, то это, вероятно, самый красивый город в Сан-Диего. Это Бабичев по-английски не понимает, он осень американский смотреть не может. Так он пришел ко мне на чат, вот я тебя забаню, догираешься. И это, чтобы на русском языке посмотреть. Это багажащий высшему классу. Эти клипы просто невероятны. Если вы не наткнетесь на тюлень по пути сюда, вы будете удивлены. Эти ребята вытащили его на берег. Там их ждут машины, и они могут забежать. Бабичев, есть у меня видео, я покажу дальше, как иммигранты в эти ворота. Туда точнее, значит, видео есть такое, Бабичев, я его покажу. В эти ворота стоит, значит, обычный блогер, такой, как ты, Бабичев, и снимает на видео, на телефон. Эти ворота открыты, да, вот эта секция забора открыта. Туда заезжает минивэн белый. На нем написано, что это бордер патруль, то есть это пограничники американские. Они туда заезжают, на территорию Мексики. С той стороны подъезжает другой минивэн. Оттуда выходят нелегалы, заходят в минивэн погранцов. И он выезжает из этого, с Мексики в сторону США и везет их на место. О чем тут вообще можно говорить? Это видео есть, и человек сразу же засунул на YouTube. Я его, естественно, тоже себе записала. Давайте посмотрим, что дальше творится. Они уже уехали. Это то первое видео, которое вы посмотрели. На самом последнем видео видно, как лодка с предполагаемыми нелегальными иммигрантами причаливает к пляжу Сан-Диего. Я случайно оказалась в богатом районе Нахоя. Средняя стоимость дома превышает 2 миллиона долларов. Вы можете видеть, что это прекрасный жилой район. Этот округ потратил 3 миллиона долларов на уход за нелегалами. Они выделяют еще 3 миллиона долларов. В прошлом году более 300 мигрантов были переселены в приюты аэропорта Сан-Диего, в которых не хватило места. Это самый большой приграничный город в Калифорнии. Этот канал – одно из немногих мест, где вы сможете увидеть эти изображения. Билл Милугин, по сути, запечатлел этого человека прямо здесь. Это новый материал. Вы знаете, кто это сделал? Это парень по имени Джек. И он был там, в Сан-Диего, с профессионалом Го. По-видимому, он всю жизнь прожил в Сан-Диего. Так, Бабичев, мне какое дело? Такое дело, что у меня семья в Техасе находится. Ты хочешь, чтобы там была гражданская война? Или на самом деле уже эти мигранты начали дома моих друзей и моей семьи вламываться? С учетом того, что у меня как раз дочка в апреле замуж выходит, и мне туда ехать на свадьбу. Так что я как-то переживаю, что происходит в Техасе. Вот что, если бы к вам там нелегалы кинулись в еврейские погромы устраивать, это ваша проблема. А мне вот в Техасе, ты знаешь, да, я переживаю за это все дело. Так, ну он постоянно переходит, ну просто надо будет его забанить, чтобы он на чат не заходил больше. Елена, почему об этих фактах никто не рассказывает? Ну российские, потому что вот то, что я вам сейчас показываю, да, я даже не знаю почему. Некоторые видео, их даже нет на Ютубе. То есть мне пришлось их искать. Эти кусочки были на платных каналах Fox News. Я их с платных каналов содрала, записала на Ютуб и выкладываю их сама. Потому что вот этот вот, где про ООН говорила, что ООН спонсирует, что этот Красный Крест спонсирует этих нелегалов, идти из Колумбии в США, этого вы на Ютубе не найдете. Мне пришлось найти на разных других каналах и на канале Алекса Джонса, в том числе, скачать эти видео, перегрузить и вот пытаться их перевести через переводчик. Это, конечно, целая была работа. Но в Ютубе вы не найдете, поэтому наши это не показывают. Я вам говорю, что многие факты, которые показываю я, это намного глубже, чем просто между Тихоусом и США. Я вам показываю на глобальном уровне, то есть это делается глобально. Этих мигрантов сюда тащит ООН, этих мигрантов сюда тащат глобалисты. Им нужно США вообще буквально развалить. Первая цель была Советский Союз, а США это вторая цель. Если такие там как бабичи сегаты думают, у нас все прекрасно, у нас демократия. Они, знаете, как лягушка сидит в горячей воде, в теплой, и подогревают котел, подогревают. Он даже не успеет оглянуться, как они уже там сварятся. Как проснуться в один день уже в США нет. Вы знаете, что я сегодня, кстати, сделала шорт, выписала. Американцы уже постят цитаты нашего Жириновского о том, что выбора в 2024 году в США не будет, потому что уже не будет в США. И это уже американцы вытащили и показывают. То есть, если американцы уже начали об этом думать, либо вытащили прошлогодние в Твиттере сообщения Медведева о том, что в США Техас отсоединится, и через год США в таком виде, как они есть, не будут. Уже вытащили эти прогнозы Медведева, показывают. То есть, американцы к этому серьезно относятся. Это не шутки. Но он сделал эти снимки. Очевидно, что происходит не только то, что лодки выбрасываются на берег, и это становится все более распространенным явлением, но и то, что контрабандисты-люди крадут лодки. Так, Бабичев, видео все можно использовать. Вот понимаете, человек не знает этот Бабичев, вот дальше своего носа не знает. Бабичев, ты вообще правила Ютуба читал? Ты когда-нибудь вообще какой-нибудь документ в своей руке держал? Бабичев, ты кто по образованию? Ты кто по образованию? Ты прораб, ты строитель. Он не знает, он не может видео нормально редактировать. У него нет никаких обложек. Он даже не знает, что можно использовать чужие видео, если ты делаешь реакцию. То есть, если я делаю реакцию, я комментирую, я могу брать любые видео. Потом я, естественно, источник укажу. И это полностью законно. Ты можешь пойти пожаловаться Ютубу, и тебе Ютуб скажет, что это легально. Так делают люди постоянно реакции на любые новые песни, на любые новые фильмы. То есть, это по политике Ютуба прекрасно и приветствуется, когда ты делаешь реакцию на комментарии на какое-то видео. Так что успокойся, Бабичев, все легально. Это не их лодка. Они не могут купить лодку и сделать это. В этом нет смысла для бизнеса. Они крадут лодки. Я делал это на прошлой неделе, Эйнсли, когда вы говорили о ситуации в Лахае. В частности, когда они наткнулись на этот высококлассный район, естественно, как и калиформицы. Пловцы, добрые самаритяне, поплыли, чтобы подобрать следы, оставленные нелегалами, включая много мусора. Канистры с горючим, которые протекали в воду. Но это всего лишь новый способ переправить мигрантов, которые платят тысячи долларов за душу населения, а в некоторых случаях и десятки тысяч в Соединенные Штаты. Это то, что вы называете убежавшими. Мы не знаем, есть ли у этих людей рюкзаки, полные фентанилы. Мы просто не знаем наверняка. Это становится все более распространенным явлением. Приятно осознавать, что у нас заканчивается боеспособный возраст мужчин. Все молодые люди спасаются бедством, спасая свои жизни. Забеги, которые действительно рассказывают о себе и опять же, что они здесь делают. Почему они не остаются в своей стране? В Калифорнии их даже не собираются преследовать. В Сан-Диего они выпускают большое количество мигрантов в соседние районы. Они сказали, что с октября по декабрь прошлого года, в 2023 году, в среднем они выпускали 637 человек в день. Это не считая тех, кто незаконно пересекал границу, садился в машину и уезжал. Там огромные проблемы с базами. Многие из них переходят от... Бабичев, не старайся, у меня работает модерация. Если ты пишешь какие-то гадости, твои все посты скрываются. Так что можешь не стараться. Другой. Мой Шурин живет прямо там, у воды, рядом с железнодорожными путями. И это действительно проблема. Это серьезная проблема. Тем временем мы говорили о ситуации с мигрантами. На прошлой неделе, когда мы вылетали из Нью-Гэмпшира, все закончилось тем, что мы вылетели из аэропорта. На прошлой неделе мы с Лоуренсом были в бостонском Логане. И Лоуренс, мы говорили о том, что вы сейчас находитесь в Бостоне, мы говорили о том, как Бостон-Логан используется для размещения мигрантов. Сегодня последний день, когда они собираются это сделать. У них очень плохая репутация, и теперь они переводят их в другое место, верно? Да? И не только переводят. Они уже перевезли их, и согласно нашим источникам в правоохранительных органах, они перевезли их посреди ночи. А если вы посмотрите на дверь позади вас, нашему оператору и нету великому, возможно, будет трудно увидеть это на самом деле. На двери висит табличка с надписью «Закрыто для публики». Ребята, самое интересное в этом то, что публика платит за это. И ничто так не рисует картину, как уровень бедности здесь, в Бостоне. Он составляет 17%, а в этом сообществе, в сообществе Роксбери, их доля превышает... А то, что публика платит за это, он имеет в виду, что это налогоплательщики оплачивают за это? Так много ли у вас жителей, которые разочарованы не потому, что они не проявляют сострадания к мигрантам, и не понимают людей, которые хотят лучшей жизни? Они говорят, что в настоящее время испытывают трудности... Бабичев, не сниму очки, это уже часть имиджа. Когда-нибудь сниму, когда я уже буду чувствовать, что надо снимать. А пока, во-первых, это загадка такая создаётся, да, всем интересно, как я там выгляжу. Представляешь, когда я сделаю это видео, я снимаю очки. Представляешь, сколько людей придёт посмотреть, когда я снимаю очки? Это часть имиджа, загадка такая. Во-вторых, меня мало кто узнаёт. Потому что я была... Я не говорю, что я популярна, как сама по себе, но я была у очень популярных блогеров. Я была у Филина. У Филина сколько там? По-моему, 350 тысяч подписчиков. И меня начали узнавать люди после интервью у Филина. Поэтому, извините, я пока посижу вот в очках. МГ пытаются свести концы с концами. Их налоговые отчисления пойдут на обеспечение нелегальных мигрантов, ребята. Но они не размещают их в хороших местах. Я и не собираюсь этого делать. Но те, что находятся в разделе для богатых, переведите их в раздел для рабочего класса. Богатые люди не хотят видеть нелегальных мигрантов. Они хотят сказать, что им здесь радуют, но не рядом с ним. Верно, Лоуренс? Именно это вызывает волнение, когда вы общаетесь с чернокожими и латиноамериканцами, которые находятся в этой стране на законных основаниях. Они спрашивают, почему их до сих пор считают обоюдоострыми, когда речь заходит об этих политиках. И, конечно же, вы знаете, что люди и деньги говорят «нет». Они нам не нужны. Тем временем... Бадбичев, ну имидж, конечно, в тибетейке куда круче, я согласна. Продолжай. Они жертвуют на все компании, заявляя, что они такие сострадательные. Но когда дело доходит до драки, они хотят чего-то другого. И знаете, когда вы разговариваете с местными жителями, когда вы говорите об их борьбе и обо всем остальном, у их детей нет выбора, качественное образование. Мы уже говорили о бедности. Итак, еще раз повторю, что они собираются с этим делать? И собираются ли они сначала привести в порядок общины, прежде чем начать обеспечивать мигрантов? Это еще предстоит выяснить. Это происходит повсюду. Несколько недель назад мы делали репортаж в Бруклине. Это был не самый лучший новогодний вечер. Это был не самый богатый район. Не ходите в школу. Мы будем использовать второй этаж вашего спортзала для размещения мигрантов. Потому что здесь действительно холодно. В Бостоне тоже холодно. Мало того, в Бостоне холодно, в Чикаго холодно. Так вы думаете, куда они их поселили? В полицейское отделение. То есть есть главный департамент полиции Чикаго, и там сейчас живут мигранты, а полицейские между ними просачиваются. Вот до чего дошло. А в Нью-Йорке целую школу выселили на дистанционное обучение, а в школу заселили мигрантов. Потому что в Нью-Йорке холодно, где-то нужно же мигрантам жить. А Техас их садят на автобусы и отправляют их в Нью-Йорк, ну, в либеральные штаты. А те их, значит, расселяют по отелям. Отели уже забиты. Отели оплачивают налогоплательщики, соответственно. Они их там загаживают. Один рассказывал, в другом я видео смотрела. Шел журналист, хотел просто зайти проверить. Он туда зашел, он говорит, там просто ковры, ковры в пятизвездочном отеле обоссаны. Вонь стоит нереально. Там живут люди с Индией, с Пакистана, вот с таких стран. И они не стесняются, где как бы стояли, там и нагадили. Запах стоит нереальный. Это в дорогом отеле. Павуренс, за то, что вы вернулись туда. Я еду в Роксбери, где 45% населения составляют чернокожие. 28% испаноязычные и латиноамериканцы, 48% белые. Возможно, в какой-то момент внезапно появятся нелегальные мигранты. Дальше сейчас я вам покажу. То, дальше до чего дошло в Нью-Йорке, что иммигранты начали уже на полицейских нападать. Это вообще нормально, побили полицейских. Смотрим. Тут, значит, о чем речь? О том, что жители Техаса уже просто их надоело, что творится. И они, бывшие военные, поскольку оружие в Техасе свободно можно купить, эти военные пришли и начали сами охранять границу. Смотрим. Тогда мужет нам об этом прямо в лицо. Американцы берут дело в свои руки. Бывшие военные офицеры взяли в руки оружие и начали патрулировать нашу сторону границы. Они назвали себя пограничной службой Аризоны. Вооруженные тяжелой артиллерией, они запугивают контрабандистов и не подпускают их к югу от границы. Лидер этой группы, Тим Фоули, сейчас присоединяется к нам. Тим, опиши свои ежедневные действия на границах. Ну что же, расскажи, чем мы занимаемся. И спасибо, что пригласили меня, Джесси. Мы работаем в районе, известном своими особенностями. Но смотрите, сейчас если я перезагружу этот яндекс, то я боюсь, что... Это термин для обозначения того, что они засекли их, либо с помощью камер, либо с помощью наземных датчиков. Но у них осталось недостаточно агентов. Потому что они имеют дело со всеми остальными пребывающими. Итак, мы отправляемся в те районы, где есть все необходимое. Есть все необходимое. Бог всегда не хочет, чтобы его застукал патруль ордена. Их депортировали несколько раз за преступления, совершенные в этой стране, и за преступления, совершенные в их странах. Это и есть те самые плохие парни. Вот в чем дело на самом деле. У тебя такой вид, будто ты размахиваешь оружием. Что же это за оружие такое? Мы носим его с собой. Я думаю, левые назвали бы его штурмовым оружием. Но мы классифицируем... То есть это обычные жители, это не военные, это не Насгвардия. Это просто обычные жители, которые раньше были военными. Вот они, значит, вытащили свою старую форму, взяли с оружия и пошли, ну, пугать-пугать просто. Они ничего не могут сделать, и они могут только напугать этих нелегалов. Уже самооборона. Что происходит, когда вы, ребята, сталкиваетесь с этими умными способами? Они слушают тебя, когда ты убегаешь? Что? В большинстве случаев, когда мы к ним заходим, это называется гренадский, они разбегаются в разные стороны. Они бросили свои рюкзаки и либо направляются обратно к границе, либо мы начинаем оттеснять их все дальше и дальше на юг, чтобы заставить их вернуться через дыры в заборе. Ты как нападающий защитник, который просто отодвигает линию защиты от линии схватки. Когда ты находишь оставшиеся у них рюкзаки, что ты находишь в них? Все зависит от обстоятельств. Потому что, когда я только начинал, 14 лет назад, мексиканцы платили всего 2 тысячи долларов за голову. Ну, ребята, тут я имею в виду, что платили мексиканцы за голову. Это не то, что там за голову мексиканца 2 тысячи долларов, а это каждый мексиканец платил картелю 2 тысячи долларов, чтобы их доставили в США через Мексику. Сейчас это обходится до 8 тысяч долларов за голову. А сейчас каждый платит, и до 8 тысяч долларов это стоит, чтобы тебя отправили через границу, вот так вот нашли дырку, да, и довезли тебя до этого места, где можно перейти границу спокойно, еще договорятся там с пограничниками, чтобы пограничники этих нелегалов на той стороне встретили. И главное сейчас, раньше, знаете, как была ситуация, раньше люди боялись попадать к пограничникам, раньше люди платили картелью, чтобы тебя отправили куда-нибудь в такое место, чтобы ты мог перейти границу, где нет пограничников. То есть нужно было просочиться, чтобы тебя пограничники не встретили. А сейчас нужно именно попасть к пограничнику. Почему? Потому что политика Байдена такая, что как только ты попадаешь к пограничнику, тебе дают все. Если ты не попадешь к пограничнику, ты ничего не получишь. А если ты попадешь к пограничнику, то есть вот тут бы, например, сейчас Они прилазят через дырку в заборе, да, через вот эту трамповскую стену, там дырка. Они через дырку перелазят. Если на этой стороне бы сейчас были бы пограничники, они бы их собрали бы, посадили бы в автобус, каждому дали бы по 2-3 тысячи долларов в руки дебетную карту, дали бы новый сотовый телефон, дали бы документ, отправили бы куда-нибудь в гостиницу, в отель жить бесплатно. Представляете? А раньше люди должны были просачиваться, чтобы не попасться к пограничнику. Так вот эти вот ребята, которые бывшие ветераны, ну, бывшие военные, они там стоят и отпугивают, чтобы они не лезли в эти дырки и обратно улазили. 20 тысяч долларов за голову. Подойди поближе. На этом заработка. То есть, смотрите, они теперь платят картелю от 8 тысяч долларов до 20 тысяч долларов, по-моему, он сказал 20 тысяч, сейчас переслушаем, за каждый мексиканец. То есть, если это бы были бедные несчастные мексиканцы, у которых не было денег, дали там мигранты, которые без денег, откуда у них такие деньги платить картелю? Не 2 тысячи долларов, а от 8 тысяч, сейчас переслушаем, до скольки он сказал. Подойди поближе. 20 тысяч? На этом зарабатываются большие деньги. Откуда 20 тысяч? А они делят картель, делят по граничникам эти деньги. Теперь все, кто появляется в нашем районе в камуфляжной форме, подозреваются в торговле наркотиками. Если ты не можешь заплатить цену, тебе дают килограмм металмфетамина или фентанила, чтобы ты пронес его с собой и оплатил дорогу. А потом вы видели видео, да, вот в Филадельфии, там, в Сан-Диего, в Лос-Анджелесе, где вот эти вот люди, ну, под наркотиками, да, которые там стоят, непонятно в каком виде, они стоят, там, лежат, валяются на улицах и так далее. То есть, вот наркотики, да, то есть у вас нет денег заплатить картелям, тогда, значит, вот вам там сколько-то килограмм наркотиков, идите, переносите через границу, а там вас заберут на той стороне. Из которых, судя по тому, что ты мне рассказываешь, являются преступниками. Мы вернулись за нашу южную границу. На самом деле, большое тебе спасибо и желаю удачи. Кора, так там не только, там не только наркотики. Наркотики – это одна часть. А еще там human trafficking. То есть, они людей переправляют, и некоторые люди работают на всяких разных там нелегальных работах. Ну, даже дети. То есть, там были рейды и находили фабрики, ну, такие, наверное, которые там члены картеля содержат, да, где там дети 7-8-9 лет, они бесплатно работали. То есть, это практически рабский труд, ну, в рабство. Они людей в рабство, то есть, доставили из Мексики этих детей, их буквально в рабство отдали на какие-то там подпольные фабрики. Это в США происходит, да. Не говоря уже о том, что проституция. И еще детей, ну, вообще маленьких, педофилам заставляют. В общем, это только наркотики, это только маленькая часть. Тут, кроме наркотиков, знаете, что там, все подряд. В безопасности хорошо? Да. Вот список тех, кто сбежал с тех пор, как Байден был здесь. 1,8 миллиона человек сбежали. Эти ребята действительно ищут работу. Они ищут нелегальную работу. Вот в чем дело. Да, они ищут работу, но нелегальную работу. Они не ищут легальную работу, чтобы этих... Так, секундочку. Значит, они не ищут работу легальную, чтобы платить налоги. Они ищут нелегальную работу. То есть, вот там проституция, торговля наркотиками, кражи и так далее. Вот кого запускают к нам в страну. Ну, в Америку, в смысле. Смотрим дальше. Тут тоже очень интересное видео, где он рассказывает о том, что все слова Байдена, что это невозможно предотвратить, это полное вранье. То есть, каждый президент до этого мог это сделать. Никаких проблем раньше. Такого потока нелегала запускать не было. А у Байдена вдруг вот какая-то нереальная стала проблема, что ну невозможно никак это прекратить. Только у Байдена. У всех можно, а у Байдена это нельзя. У всех хороших или плохих были прозвища. Джона Адамса называли старая раковина, а проще не родственник. Эндрю Джексона прозвали острый нож за его стиль боя. Закари Тейлор, старый грубиян, готовый к тому, чтобы не было на поле было. Это Тедди Рузвельт, Тедди с телескопом. Спасибо тебе за то, что у него на винтовке всегда была маленькая подзорная труба. Конечно же был Билл Клинтон, которого прозвали Лавкач Вилли за то, что он был немного скользким. А еще был Барак Хусейн Обама, чье прозвище было Верховный Главнокомандующий. Бывший президент депортировал более трех миллионов нелегалов и был осыпан насмешками. Мы сделаем нашу страну более безопасной, укрепим наши семьи и самое главное мы будем соответствовать нашему характеру как нации. Это именно то, о чем мы говорим. Вот что я хотел бы сделать. Не беспокойтесь об этом, ребята. То есть даже Обама хотел депортировать нелегала. Как вы можете видеть, президент всегда отвечал за пограничную политику своей администрации. Не Конгресс, не вице-президент, а сам президент. Когда-то давным-давно Джо Байден согласился с этим. Не допустил ли ты ошибку с этими депортациями? Президент сделал все, что было в его силах. А как насчет тебя? Я вице-президент Соединенных Штатов. Вице-президент стал президентом, нарушил границу и теперь заявляет, что он бессилен. Ты сделал все, что мог с исполнительной властью. Я сделал все, что мог. Дай мне власть. Я просил об этом с того самого дня, как вступил в должность. Соедини меня с пограничным патрулем. Дай мне людей, которые смогут остановить это и заставить все работать. Байден три года утверждал, что граница безопасна. И вдруг в год выборов ему нужны чрезвычайные полномочия, чтобы закрыть ее. Зачем закрывать безопасную границу? Ты же не стал бы закрывать запертую дверь, не так ли? У президента всегда была власть, необходимая для обеспечения безопасности границы. Если ему нужно освежить знания закона, просто спросите. То есть все могли, до этого все президенты могли границу закрывать, включая Трампа, да? А Байден не может, нет, не может. Ему нужны какие-то дополнительные полномочия. Президент обладает большой властью. У него достаточно свободы действий, чтобы делать подобные вещи. Посмотри, что сделали госсекретарь Джей Джонсон или Обама. Им удалось задержать и депортировать людей в соответствии с восьмым пунктом. Республиканцы говорят нет этому соглашению о границе, или по крайней мере ставят его на голосование. Я бы попросил президента использовать раздел восьмой, чтобы использовать существующие власти и задерживать людей и депортировать их. Раздел восьмой, раздел двенадцать Кодекса законов США закрепляет это в камне. Всякий раз, когда президент сочтет, что въезд любого иностранца в Соединенные Штаты нанесет ущерб интересам Соединенных Штатов, он может путем провозглашения и на такие сроки, которые он сочтет необходимыми, приостановить въезд всех иностранцев в Соединенные Штаты, инопланетяне. Или любые ограничения, которые он сочтет уместными. Конгресс принял этот закон в 1952 году. Средства массовой информации настолько невежественны, что считают, что Конгрессу нужно принять другой закон, чтобы Джо Байден начал действовать. Тебе не обязательно быть восьмидесятилетним, чтобы помнить этот закон. Тебе должно быть 20 лет, потому что Обама использовал его. Если Трампа переизберут, он будет использовать тот же закон в первый же день, и это не сделает его диктатором. Демократы говорят, что это сделает его доктором. Это зло. Дональд Трамп на самом деле сказал, что хочет построить аллигаторные заросли вдоль границы. Это одна из его невероятных идей. Еще одна идея, которую продвигает Дональд Трамп, заключается в том, что он хочет электрифицировать пограничные заросли, и возможно даже установить несколько шипов на границе. Это еще одна идея Дональда Трампа и мажоритарной партии Мага о границе. Есть еще одна идея, которая не уверена, насколько хорошо сработает. Он хочет разбомбить Северную Мексику ракетами. Байден на самом деле хочет перекрыть границу, почему он пытается перерезать колючую проволоку в Техасе. В Калифорнии нет колючей проволоки, а мигранты проникают вокруг Сан-Диего, как будто там распродажи в Черную Пятницу. Посмотри, как контрабандисты высаживают мигрантов из Макстаута. Посмотри на этих персонажей. Среди них нет ни женщины, ни ребенка. Мигранты из Индии, Китая, Турции бегут вдоль стены, которую Байден остановил для строительства. Им раздают листовки «Добро пожаловать в США», в которых говорится о привилегиях VIP-персон, которые они получают при Байдене. Вот послушайте, тут привилегии ЛГИ. Если ЛГИ нелегал, тебе будет предоставлена возможность отправиться в приют, где ты получишь юридическую, медицинскую помощь и помощь в дальнейшем путешествии. Вперед и выше. Прощай. Так что, ребята, если вы вдруг надумаете переходить... Да, пожалуйста, большое за чат. Ребята, если вы надумаете переходить границу, то сразу говорите, что вы ЛГБТ... Говорите сразу, что трансгендер, уже не только там ЛГБТ, и сразу, что трансгендер, вам столько всего дадут... Еще, наверное, бесплатно дадут университеты какие-нибудь закончить, еще устроят правительство США. Главное, не говорите, что вы нормальный человек. Сразу придумывайте что-нибудь. Чай Амиго. Если ты выходец из Латинской Америки, приехавший в нашу страну, Байден предоставляет тебе бесплатное жилье, бесплатных адвокатов, бесплатного врача, а также бесплатные билеты для поездок в любую точку Соединенных Штатов. Это еще не все льготы для геев-нелегалов. Еда и питье предоставляются бесплатно. Бесплатный Wi-Fi и бесплатный помощник вроде Джонни, который поможет тебе найти твоего давно потерянного дядю или двоюродного брата. Ты просто приезжаешь на границу, и Венесуэла ставит меня в тупик. Прямо сюда. Устраивайся поудобнее в нашем зале ожидания, где у нас есть билеты... Вы посмотрите, сколько их. Это вообще нормально. Представляете, какое количество их там находится. Это в один день буквально столько пришло. На твой стыковочный рейс можно для начала угостить тебя напитком? Если он почувствует, что застрял в теле Ваниты, Гевен Ньюсом предложит ему сменить пол за твои деньги. Вернись и проверь меня. Ясно. Гевен Ньюсом – это губернатор Калифорнии. То есть он говорит, что если ты застрял в теле Ваниты, то есть ты женщина, а ты думаешь, что ты мужчина, то губернатор Калифорнии за счет налогоплательщиков Калифорнии тебя отправят на операцию по смену ПОА. Только если ты ненормальный. Если ты нормальный человек, то ты ни хрена особо не получишь, кроме 2000 долларов и сотового телефона бесплатного на границе. А если ты гей или ты трансгендер, ты получишь все. Но я вам говорю, самый идеальный вариант сейчас белым людям – выйти из США, поехать в Мексику, пойти через Мексику, перейти, получить дополнительные какие-нибудь сразу деньги, документы. У кого родители есть? Ребята, у кого родители? Кто привез родителей, которые не могут легализироваться? Вы их отправьте в Мексику. Пусть они перейдут речку. И завтра они уже будут кем угодно. Еще, смотрите, их бесплатно отправят в университеты на работу. Докторов из них сделают. Это просто вообще бесец. Это правда. В Калифорнии нелегалы могут бесплатно сменить пол. Мы также оплатим свое обучение в Калифорнии, где докажем, что Америка ничем не лучше Монголии. Неудивительно, что страны третьего мира появляются у черного хода. Они въезжают сюда целыми грузовиками. Полный грузовик. Неразборчиво. Они не только переходят, они еще перевозят в грузовиках. Байден и Картель заставляют цепочку поставок мигрантов гудеть. Многие приезжают сюда работать, а также бесплатно меняют пол. Другие просто плохие парни. На прошлой неделе патруль по порядку слов обнаружил более 300 фунтов фентанила, 200 фунтов метамфетамина, почти 200 фунтов кокаина в более чем 50 единицах огнестрельного оружия. Будем надеяться, что все это не попадет в пункт проката «Хантерс». Сто лет назад Байдена судили бы за государственную измену. Сегодня одна из... Джесси, он такой с юмором, он говорит, надеюсь, что все эти наркотики не попадут в пункт проката, где Хантер Байден берет их в прокат. Тракция сама себя наградила. То, что ты делаешь, это спасает жизни людей. Это то, чем ты занимаешься, и в каком бы аспекте деятельности ты не участвуешь. Это начальник службы пограничников, да? То есть он говорит, мы спасаем жизни людей каждый день. Ты работаешь над заявлением в жертвах с торговлей людьми и спасением и оказанием им помощи. А вот его сейчас республикации... Я просто хочу от всей душу поблагодарить тебя за то, что ты делаешь. Потому что это просто кошмар. Да человек вообще ничего не делает. На Майорке его сотрудники получили награду за борьбу с торговлей людьми после того, как они переправили в страну 6 миллионов человек и потеряли почти 100 тысяч детей. Джо Байден подорвал территориальную целостность Соединенных Штатов. Он бросает вузов нашей национальной безопасности и размахивает белым флагом в войне с наркотиками. Не говоря уже о том, что он разоряет города и попирает законы. Тогда он лжет нам об этом прямо в лицо. «Американцы берут дело в свои руки. Бывшие военные офицеры взяли в руки оружие и начали патрулировать наше слово на границе. Они называли себя Аризонаром». То есть это было показано, как военные брали в свои руки... До этого показывало... Как военные взяли в свои руки в Аризоне в защиту границы. Вот я это видео откладывала, но я его потеряла. Поэтому сейчас я вам покажу из сайта Fox News, до чего дошло. Представляете, в Нью-Йорке, в Нью-Йорке эти нелегальные иммигранты избили, избили полицейских. Смотрите. Вообще, до чего уже добытились? Так, секундочку, я не перевела. Минуточку, минуточку. Надо не забыть переводить. Я же забываю, что надо на русский. То есть дошло до того, что... Сейчас, гляньте, перевели или нет. Побили полицейских нелегалов. Нелегалы бьют уже полицию. В США, ребята, в США. До чего докатилась страна? Страгихандра Майоркаса в ходе ночного голосования, которое вызвало бурю негодования. Это было сделано строго по партийной линии. Действия госсекретаря Майоркаса вынудили нас вмешаться. Мы не можем позволить, чтобы этот пограничный кризис продолжался. Мы не можем допустить, чтобы через нашу границу хлынул поток фентанила, а преступники без препятствий напроникали внутрь. Мы не можем допустить, чтобы секретарь кабинета министров, не считающийся с разделением власти и верховенством закона, оставался на своем посту. Любые недостатки, которые могут быть у Майоркаса, откровенно говоря, являются вашей виной. Он просит власти сделать больше, чтобы у них было больше пограничных агентов, Это демократы защищают вот этого начальника пограничников, Таким образом, его ограничения вызваны вами. Это была на раконской сессии. Она длилась 13 часов. В конце концов, Майоркас назвал обвинения необоснованными в письме комитета. Следующий шаг – голосование по импичменту в палате представителей. Сейчас я хочу покажу. Пока эта битва разворачивается в Вашингтоне, посмотрите на это безумное видео. Группа мигрантов в Нью-Йорке арестована после нападения на сотрудников полиции Нью-Йорка на Таймс-сквер. Пятеро были арестованы. Четверо из них уже освобождены без права внесения залога. Все в порядке. Потасовка началась, когда двое полицейских пытались разогнать шумную толпу возле приюта для мигрантов в Нью-Йорке. Это же еще выпластили. Время ареста одного из мужчин, остальные сказали, «Эй, я не собираюсь там сидеть. Я скачу и начну пинать полицейских». В конце концов, я все равно недолго пробуду в этой стране, так что могу избить офицера полиции Нью-Йорка. А что на самом деле произойдет в окружном суде Манхэттена? Офис сообщает, что расследует инцидент, поскольку полиция разыскивает еще пятерых причастных к нему мужчин. Всего этого инцидента можно было бы избежать, если бы вы не позволили 67 тысяч людям, которым здесь не место, называть Нью-Йорк своим домом. Вместо того, чтобы быть благодарными, произошло то, что произошло. Они создают хаос. Они получают бесплатную еду. Бесплатную стирку белья. Они могут делать все, что захотят. Бесплатное жилье. А когда они начинают драться друг с другом, полиция Нью-Йорка приходит, чтобы обеспечить соблюдение закона. Они избивают хобу. Так что постарайтесь осознать это как можно лучше. Фактическая цифра, согласно новому изданию The New York Times, которая публиковала эту историю исключительно для них, составляет 172 тысячи мигрантов, прибывших в Нью-Йорк за последние полтора года. От 172 тысяч до 67 тысяч человек в настоящее время находятся в приютах для мигрантов. Очевидно, что если эти ребята были рядом с приютом для мигрантов, то можно связать все воедино. Ну, в общем, вы поняли, да? Значит, про открытые границы показывала. Еще у меня было хорошее видео от Алекса Джонса. Тут тоже очень подробно рассказывает его гость о том, что он находится сейчас сам в Панаме. Попытаюсь перевести, но, вы знаете, я пыталась сегодня целый день. Он меня ни в какую не хочет на русский язык переводить. Ну, вроде бы говорит, что переведет. Сейчас посмотрим, получится или нет. Я пыталась несколько раз, ну, прямо вот, ну, ни в какую не хотела брать. Алекс Джонс, наш известный конспиролог, один из самых главных конспирологов таких вот в США, который, ну, уже знаете, есть уже пословица, что если бы банка с монетами, нужно было кидать в банку монету, каждый раз, когда Алекс Джонс был бы прав, уже бы была огромная банка, полная, полная. Потому что он предсказал 9-1-1, он предсказал пандемию вот эту С-19, да, или С-19, не хочу называть. Он предсказал, что на Украине война начнется буквально в ноябре или в декабре, то есть до того, как еще даже наш Жириновский сказал, уже об этом сказал Алекс Джонс. И вот он пригласил человека, который раньше работал, он был раньше в ЦРУ. Да, его поэтому закрыли на Ютьюбе, везде, да, не пускают, но все равно сейчас его, слава богу, Илон Маск его восстановил. Долго не восстанавливал Илон Маск, Алекс Джонса, аккаунт в Твиттере, но восстановил наконец. И на Ютьюбе нельзя, я поэтому скачала видео у самого Алекса Джонса с канала, там есть опция скачать, то есть можно скачать. Закачала на свой канал, и вот могу его только показать в виде комментариев, не могу даже ссылки дать на этот канал. Но я его могу сбросить в Телеграме, если кто-то хочет на английском посмотреть, то можете посмотреть. Вот, и вот он пригласил этого человека, но не дает переводить. Слышите, ну я не знаю, не дает. Я пыталась уже несколько раз переводить, можно сейчас попытаюсь субтитры хотя бы включить на русском. Давайте хотя бы субтитры. Вот. То, значит, в чем дело? Ну не буду, наверное, на этом устанавливаться, я, может быть, просто сделаю линк на это видео в Телеграме, посмотрите, или попытайтесь перевести. Яндекс не взял почему-то, не хочет переводить. Вот. И тут этот человек рассказывает о том, что он находится в Панаме. То, что я говорила вначале, там была бывшая база США. И эта бывшая база США передала свою базу ООН к Красному Кресту. И там какие-то организации, типа неправительственные, не государственные, это НГО, вот эти организации, типа Соросовская, там они разбили целый лагерь, там прямо целый лагерь, куда свозят самолетами со всего мира нелегала, там с Гаити, с Гондураса, с Африки, это всюду. Вы знаете, я смотрела видео недавно, значит, и разговаривала в рулетке с одним из жителей, которые живут там на восточном побережье, там вот где Бабичев живет, там вот этот Искост, Пенсильвания, вот это там Огайя, вот там вот. И они сказали, я говорю, а что случилось, почему все евреи вдруг у нас живут в Нью-Джерси, что случилось? Они же всю жизнь жили в Бруклине. Оказывается, Бруклин сейчас, вообще уже евреев выселили туда, сейчас заехали узбеки. Как узбеки туда попали? Узбеки с Узбекистана приезжают в Россию, получают гражданство, потому что из Узбекистана в Мексику они не могут без визы попасть, и визы мексиканцам не дают. Поэтому узбеки с Узбекистана едут в Россию, якобы работать, или там по семейной вот этой эмиграции, там быстренько получают российское гражданство. Как только они получили российское гражданство, на следующий день, они берут билет на самолет и сразу же без визы прутся в Мексику. В Мексике у них уже там есть связи в США с другими узбеками, которые уже там в Бруклине в этом живут. И они, значит, являются типа спонсорами, они переходят границу, объявляют, что у меня есть спонсор в Бруклине, другой узбек. И поскольку они там все друзья, вот эти вот большие семьи узбеков, они, переходя через границу, получают документы, прутся туда, в Бруклин. И их уже столько много, говорят, уже в Узбекистане людей не осталось. Все узбеки сейчас уже в Нью-Йорке, они в Бруклине. А поскольку мусульмане все время не уживаются, то они выкиснили евреев. И все евреи... Здравствуйте, Виктор. Спасибо, что зашли. Все евреи сейчас, значит, усочились, значит, выкиснились из Бруклина. Помните, когда «Брат 2» был фильм? Тот прилетел же в Бруклин сразу, и он там, да, «Свободу Техасу». Ага, и он, этот брат, когда прилетел, он с кем там был? Мы гуски, дуга не обманываем. Это было в Бруклине, потому что в Бруклине была вся еврейская эмиграция. И вот Бабичев, со мной одна беседа, у него есть, вторая, он там, я ему рассказываю, что он не знает про законы в США, он не знает, что Джулиани судили недавно, а он сказал, что «я голосовал, даже за Джулиани, я жил в Нью-Йорке». Так вот, тогда в Нью-Йорке евреи жили, в частности, в Бруклине, там были русские магазины и так далее. Сейчас их выкиснили, там живут узбеки. Я об этом даже, как бы, ну, я слышала, я не знала, что настолько серьезно, что там просто Узбекистан сейчас. А вот все евреи, они по побережью теперь просочились, там вот это Нью-Джерси, Филадельфия, ага, и вот они теперь там живут. Сэм Джонсом, который разговаривает, что в эту бывшую базу США, там, говорит, флаги ООН, там, говорит, прям флаг ООН. Он говорит, я сижу здесь, да, вот тут я сижу, а вот это окно у меня. Он говорит, я из окна вижу эту бывшую базу США военную, которую США отдал ООН. ООН, значит, за деньги, которые мы налогоплательщики за членство в НАТО, в ООН, платим ООН, членский взнос, и другие страны тоже, они за эти деньги нанимают самолеты, покупают билеты нелегалам со всех стран, с Африки, там, с Гондурасов, с Эквадоров, с Гаити, садят самолеты, прилетают на эту военную бывшую базу в США, там, значит, их высаживают, им дают там вот эти карточки с деньгами, дают документы, дают им еду, дают карты, и они, значит, шпарят через джунгли в Колумбию. А в Колумбии там стоит другая организация, ООН, там их, значит, тоже собирают, кто прошел джунгли, а кто умер, неважно, я вот, кто опоздал на стрим, я, может, покажу тут это видео еще раз, там очень короткое видео, ну, классное, там, говорит, этот журналист рассказывает, что, говорит, ты идешь через эти джунгли, там трупы направо-налево, то есть, тут труп, тут труп, там дети мертвые лежат, это просто ужас, то есть, кто пройдет через джунгли, тому помогает ООН дальше, уже через Мексику идти, вот, ну, сначала нужно попасть в Колумбию, вот, или пройти через джунгли Колумбии в Мексику, это жесть, жесть, конечно, он говорит, там мертвые просто везде, тут уже это будет минутка юмора у нас, потому что, ну, уже грустного мы посмотрели, давайте посмотрим смешное, значит, видно, и смешно вам, что я могу сказать, когда такая проблема с границей, ребята, то остается только смеяться, и, значит, я хотела показать, что у нас предложили американцы такой момент сделать, как, почему бы нам не отправить на границу никого-нибудь, например, хороших легаторов, легаторов, которые будут там границу защищать, вот смотрите, и написано, что это новый граничный патруль, они будут работать за еду, то есть, допустим, если уже вы нам, мужики, не платить, мы просто будем работать за еду, и к тому, что давайте просто запустим туда, этих, как их, давайте запустим аллигаторов, и аллигаторы будут охранять границу, раз уже у нас пограничники не хотят охранять, и денег много не надо, проблема решена, проблем софт, просто отправим аллигаторов из Флориды, которые встанут вдоль границы, и будут есть, а это показывает, что это флориды, Флориды будут ловить аллигаторов, аллигаторов и отправлять в Техас на границу, то есть, Флорида отлавливает своих домашних аллигаторов, это пэт-аллигатор, Флорида будет отлавливать домашних крокодилов, отправлять Техас на границу, охранять границу, А ещё, ребята, вот конспирологи или нет, вот вам прикол, это отрывок из мультиков Симпсонов, когда здесь пришли Симпсоны на посадку, на ней написано, вот тут табличка, и на ней написано «Независимая республика Техас», так что вот Симпсоны уже не раз предугадывали разные события, и вот очередная, значит, у нас кто уже не предугадал, что будет «Независимая республика Техас», Медведев сказал об этом, Жириновский сказал, что США вообще не будет, и Симпсоны несколько лет назад при посадке в самолёт написали «Независимая республика Техас», вот это написано, «Independent Republic of Texas», вот так вот, да, Симпсоны много чего предсказали, а у нас остаётся, значит, сказать, что мы их забираем к себе, и мы их в Россию заберём, а это тоже прикол, ну, как бы американцы уже смеются, это Мексика, вот сколько тут нелегалов, это США, а это Техас, и тут открыты просто ворота, через которые все лезут, и никто ничего не закрывает, то есть кто хотел бы закрыть, те бы закрыли, то есть если ворота открыты, то через неё перелезут, кому не лень, вот, в общем, ребята, на этом всё, как бы основные новости я рассказала, держите уши на макушке, я думаю, я вам дала понять, что это не просто Байден, это не просто Техас, тут всё круче, тут всё это спонсируется через ООН, всё это спонсируется через глобалистов, потому что им нужно Байдена оставить на границе, им нужно, чтобы, президентом, им нужно, чтобы Байден остался в роли президента, поэтому, к сожалению, ничего хорошего пока что нам не предвещает, ну, о том, что, значит, Техас пришёл закрывать границы, вы поняли, что ничего не закрывают, потому что только отъехали немножечко от границы, да, да, и ещё, знаете, что, да, спасибо большое, ребята, пока, да, я ещё потом сделаю видео, завтра, наверное, сделаю стрим, пора экономику США, вышли сведения по поводу, сколько людей сокращают, поэтому, кто в США, думайте о том, как вы будете платить свои счета, огромное количество вышло данных по безработнице, более 82 тысяч человек было уволено только в январе, только в январе, и до этого в декабре уволили 32 тысячи человек, это те данные, которые поступили по крупным фирмам, Microsoft, Amazon и Google, и UPS, и 32 тысячи уволили в финансах, поэтому следующее я сделаю репортаж, если ничего там такого вообще экстрадирнального не произойдёт по политике, я сделаю по экономике, поэтому, Бабичев, можешь приходить в следующий раз на стрим про экономику ещё послушать, тебе надо поучиться, что в Америке происходит, вообще человек не в курсе ничего, вот, всё, ребята, всем пока, давайте пока что всё на этом, спасибо, что зашли, нас было немного, но мы в тюльняшках, всех целую, до встречи, пока-пока, по-пока, по-пока, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»